Славянская радио Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 мая 2017 года среда, по одному из старинных третий день месяца ветров 7525 лета пятница. Плоскоступие, искусственный создаваемый дефект, часть 2. Автор-сказитель Александр Владимирович Киселёв. Здравия тебе, Александр. Здравия, Алексей. Я, естественно, так сказал, что плоскоступие, искусственный дефект — это не то, что у меня случилось. Так называется наш сегодняшний эфир, конечно же, естественно. Как это принято иногда, когда продолжение, в предыдущей части нашего сериала вы узнали. Я это говорить не буду. Кому интересно, послушайте. Но всё-таки, наверное, надо продолжить нам, как-то опираясь на то, что было в первой части, чуть-чуть напомнить, о чём мы говорили, и уже переходить ко второй части, потому что во второй части заявлено уже, что можно самостоятельно диагностировать и понимать, как избежать этого искусственно создаваемого дефекта. Согласен? Да-да. Хорошо. Тогда передаю тебе микрофон, и не буду дольше задерживать своим вступлением наших зрителей и слушателей. Ну, здравия всем слушателям. Надеюсь, слушают сейчас и те, которые первые выступления слушали моё. Но, тем не менее, немножко придётся повторить и, может быть, более внятнее обобщить. Всё-таки, каким же образом создаётся плоскостопие искусственно, почему? То есть, какими способами? Да, то есть, заявлю сразу, что плоскостопие создаётся, в первую очередь, медикаментозно, то есть, медицинскими препаратами, во второй – это обувь и неправильные спортивные тренировки. Вот это три главных кита, в результате чего мы приобретаем плоскостопие. Если каким-то образом в детстве мы умудрились всё-таки, вопреки пирюлям, прививкам и обуви, за счёт активности своей, повышенного, хорошего тонуса жизненных сил, умудрились сформировать правильно стопы, то с возрастом и без неправильной спортивной тренировки очень сильно влияет и мы можем приобрести это плоскостопие, даже если у нас были ранее прекрасные стопы. То есть, это вот то, что касается присказки и немножко вообще, чтобы было в первой части. Теперь, что касается именно прививок и медикаментов, много говорить на эту тему не буду. Почему? Потому что очень хорошо сказано Галина Червонская, уже очень давно, иммунолог, правда, о прививках. Можно посмотреть, замечательные фильмы, лекции, прекрасно. Из своего личного опыта могу сказать, что трое детей, дочка миновала, можно сказать, легкую прошла прививки. А старший сын и младший сын, конкретно старший, попал в реанимацию. Младший, ну, почти был на грани реанимации, я просто его забрал из больницы и сам отходил, убрал все медикаменты, все, 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 что прописывалось и спокойно сам восстановили его. Вот единственное, что потом пришлось очень, ну, не очень долго, какое-то время запускать, то есть механизм, эту иммунную систему. Ну, если кому интересно, могу поделиться. Самый простой способ голодания. То есть в очередной раз, когда ребенок заболел опять простудой, так называемой, еще просто договорился. Малышу было тогда всего лишь три года, дочке было шесть лет. Вот. Договорился, что сидим на воде. Первые сутки, когда температура за 39 легкую, дети это все на воде сидят, не есть, не хотят, ничего, все нормально. Второй день уже опар, температура взбивается, как правило, на градус. Все. До 39 дети бегают еще легко. Вот после 39 уже начинает немножко. Ну и все. Младший, которому три года выдержал трое суток, ну третье, конечно, сутки уже так пришлось немножко настаивать, уговаривать. Дочка нет двое суток. Все побольше, уже капризы сильнее. И получилось так, что сын после этого сразу запустил свою иммунную систему, когда выявил все эти медикаменты, большую часть из них сразу запустил иммунную систему и практически больше не болел так. До сих пор небольшие потихали, сразу сели на воду и забыли. Дочка через неделю опять еще два дня выдержала, на третьей не выдержала, но еще и тоже запустилась иммунная система. Ну это вот из моей практики. Если кому интересно, опять же, напоминаю мой сайт nicefood.ru то есть английскими буквами без пробелов nice прекрасная food стопа nicefood.ru в комментариях у меня комментарий номер 319 гостевой книги. Женщина ну просто умница. То есть описала вкратце я тут уже минут пять рассказываю буквально 5-7 предложениях описан механизм воздействия прививок на ее детей. Она отследила как что после какой прививки как вели конкретно по ножкам. гостевая книга комментарий 319 как ножки становятся диалами как пальчики как теряет ребенок интерес к своим ножкам то он до этого берет их в рот пальчики грызет ножки маленького младенца ему очень интересно играть с ними и после очередной прививки все это пропадает ножки начинают поджиматься пальчики провисают ну это прочитайте то есть это что касается первого первой части как нам делать дефекты стопы во второй части мы более-менее немножко показали это обувь в первом разделе обувь какая она должна быть как надо ступать как перекатываться конечно же обувь нужно создавать профессионально физиологическую обувь это то к чему и вас призываю то есть надо осознать что просто к старому методу мы далеко не уйдем 21 век пора бы уже браться за разумные дела и не абы как делать классные физиологические вещи том числе и обувь ну и третье это бездарные спортивные тренировки тут прежде чем о диагностике говорить как диагностировать дефект самостоятельно я немножко по тренировкам пройдет потому что ну фактически кроме меня особо я вот не встречал в таком ракурсе кто бы говорил на эту тему почему-то эту тему замалчивал почему я осмелился на эту тему говорить потому что сам прошел через практически с 10 лет я в спорте до сих пор тренируюсь на первом выступлении говорил что начинал с бокса выступал на первом Советского Союза проиграл только из-за плоскостопия в то время физок было прекрасно гоняли меня и так далее но никто не обращал внимания на мою стопу не клеет а так как если есть плоскостопия то стопа не выдает те характеристики которые нужны быстроту именно вот этой мелкой моторикой чувство дистанции и вовремя отойти вовремя ударить вот этого не хватает соперник чуть-чуть 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 побострее я уже сейчас понимаю когда это не понимал так вот мы когда приходим к секции нам говорят что угодно вы будете вы будете будете вы будете деньги зарабатывать раньше медали грамоты вы будете сильными смелыми ловкими какие угодно но никто вам не говорит что быстро вам правильно физиологически правильно ваше тело а ведь это самое главное это и есть залог нашего здоровья то есть прошлом лекции я объяснял что главное выставить наши суставы в физиологическую цепочку вправе и заставить в этой физиологической плоскости все эти суставы вращаться когда мы всю жизнь вводим себя из себя самое главное и единственное упражнение которое мы делаем всю жизнь это наша походка нас этой походке никто не учит и секции которые в принципе и должны учить правильные походки неважно баскетбол через баскетбол я учу через палочки джигетонку шашки пожалуйста то же самое то есть если мы умеем правильно ходить мы умеем делать правильно все с тобой танцевать плавать кувыркаться и так далее то есть все это взаимосвязано но нам когда мы приходим в секции нам никто не говорит что нам выстроить физиологически правильное тело более того культивируя одни то есть каждый вид спорта культивирует своих уродцев то есть преобладание одних двигательных стереотипов плюс стойки различного рода над другими в ущерб других и соответственно идет перекос у нас обратите внимание на скидку боксеры внешне сутулы пловцы и те сутулы я удивился крабаты и те сутулы на выступлениях они выпрямили грудку показали а потом то после раздевалки пошли сутулы борцы если неправильной технику поставили косолап и введены внутрь стоп и так далее можно продолжать волейболисты сутулы быть быть тоже не научили а почему не научили а тут надо заглянуть на методики тренировки то есть все виды тренировок как правило тем более на рекорды у нас идут анародные то есть без не без а с дефицитом кислорода то есть аэробин то есть когда кислорода хватает когда организм может функционировать полноценно в своей щелочной среде то есть наш организм вот этот кислотно-щелочной баланс должен выдерживать всегда в определенных пропорциях но нас искусственно на тренировках закисляет что такое цитоз то есть если все не слышали молочная кислота молочная кислота молоктат по-научному это и есть закисление представляете то есть на каждой тренировке мы закисляем свой органит то есть в кислой среде варится наше тело мышцы когда я начал анализировать свои проблемы свои изменения в связках мышцах и так далее а с возрастом тоже если по молодости внешне не очень заметно то с возрастом то начинает проявляться не очень так вот когда я начал эти эксперименты над собой изучать литературу совсем написано возьмите примеру того же доктора я лактата тренировка на выносность там все черные подъемы расписаны там даже при выводе на цифре при каких случаях невозможно проводить координационные тренировки когда больше нормы лактата в крае то есть молочной кислоты нарушается координация то есть в тренировке как бы мы не хотели но если мы хотим быть действительно делать здоровых людей должны быть аэродными то есть с достаточной количеством но так как нам нужны рекорды в короткий срок людей начинает именно заставлять ну как то есть образно сказать наши тренировки превращаются как тренировки для нырячих то есть нас учат работать в дефиците кислорода то есть видавать максимальный результат проявлять максимальную взрывную силу выносим и так далее с дефицитом кислорода чем это чревато опять же повторюсь закисление закисление крови и закисление тканей вот если взять по большому счету то есть чтобы не запутаться мелочах до крайности от одной до другой а потом найти золотую серединку и другими словами можно сказать меру и сделать для себя следовать этой мере так вот когда мы себя закислили наши мышцы перерождаются они превращаются по максимуму взять в сухожилие вспоминайте термины такие на слуху спортивное сердце которое увеличивается жестким и так далее нельзя не дранат использовать чтобы искусственно расслабить потому что психологически нас не научили расслаблять и происходит перерождение наших мышц то есть мышцы эластичных превращаются крыл плюс психологически тоже не умеем быть в нужном состоянии то что учили в свое время казачки казачьи спасли тот же русский стиль все это было но мы отошли потому что нам берут любой цену так вот я утверждаю что все практически все кто занимался способом когда-то от первого разведа и выше это физкультурные спортивные наркоманы то есть они уже не могут без вот этих больших физических нагрузок потому что вот эта мышца которая теряет эластичность она не способна прокачивать такой объем ей нужно постоянное напряжение плюс еще забитость неправильное питание забитость сосудов и так далее происходит кислородное конкретное голодание неких физических частей нашего тела и чтобы продолгнуть эту кровь нужна нагрузка мы приходим как наркоманы в этот спортзал вот так классно уже полдень прошел наконец прокачали мы до периферии до клеточек кровь забрали шлаки ой классно да но жизненные силы таят восстановление становится все хуже и надо нам опять как наркоманам тоже увеличить увеличить восстановление трехконечных лет кто-нибудь знает спортсменов долгожителей как спорт здоровья все конечно а где же здоровье долгожители единицы которые там с головой дружили и только имели какую-то ученую степень и параллельно тренировались по крайней мере имеют в преклонном возрасте хорошую активность и здоровое тело об основном инвалиды душевно-физично так вот почему я защищал диссертацию и свою методику создал совершенствование координационных способностей лиц ограниченные возможности здоровья с помощью устройства и одним из главных критерий моих тренировок это тренировки в аэробном режиме то есть весь принцип тренировки должен заключаться в обратном в общем нам все время рассказывали нас учили как тех нырячков нырять в глубину и все время задерживать все больше и больше задерживать дыхание нет наоборот надо научиться дышать легко и свободно какие бы нагрузки на вас вам не преподавали то есть принцип тренировки нагрузка увеличится но не в ущерб дыхание не в ущерб чтобы не было достижения и так потихонечку доводить себя до того что ты делаешь не меньше чем тот мастер и так далее работающий по старой минуте но у тебя достаточно спокойно ровно дыхание да оно будет изменяться зависит от нагрузки но не будет дефицита вот к чему не выстрелиться то что на сегодняшний день в принципе никто не хочет слушать потому что это нужно оттачивать достаточно кропотливо и долго а результат надо выводить сегодня или хотя бы завтра вот вот это вкратце по тренировку теперь если здесь более менее понятно то можно перейти Алексей к диагностике можно перейти если по возможности приближешься к микрофону наш переход будет еще лучше хорошо сейчас лучше да так ну теперь все так как же диагностировать дефект стопы ну сейчас начали со стопой там да так вот чтобы определить есть ли у вас дефект или нет я предлагаю воспользоваться всего лишь тремя критериями три критерия заметьте современное топите предлагает очень и очень много всяких способов замеров углов лонтограмм рентгеновских снимков и так далее то есть причем это и критерии такие опять же размыты у меня был спор диалог вначале с одним московским ортопетом кандидатом кандидатом когда я начал задавать конкретные вопросы по поводу а какая форма должна быть а как сустав под каким углом а оси и сустава как и так далее в следующем итоге он столкнулся вы меня совсем запутали понятие нормы в медицине весьма расплывчато не стоит требовать от меня точность несуществующих формулировок представляете это профессионал кандидат причем интересный мужчина потому что когда с ним начали разговаривать он почувствовал что я что-то тоже интересное несу людям но после таких высказанных вы не расплывчите ноги вставляете спицы отрезаете углы ставите какие-то на самом деле когда начало разбираться понятие нормы то же самое и по дефекту стопы мы апеллируем импортными словами вальгус варус чего только не придумайте сразу не запомнишь вот для человека который никогда не занимался тем более но нет ли не конкретики так вот я предлагаю уйти от вот этих всяких слов определиться да нет есть нет все понятно для того чтобы повторить для того чтобы определить действие у вас или у вашего ребенка проблемы со стопой три критерия достаточно а все остальное это индивидуальность у каждого есть свои индивидуальности и этого не надо бродяться это нормально так вот первый критерий ну во-первых мы рождаемся все с прямыми пальчиками вот если посмотрите на младенца особенно если вы ему не делали прививку и маму не кормили успокаивающими пилюлями то типа страшила такой матка в тонусе давайте-ка мы быстренько уберем этот тонус матки то убрали а у младенца где тонус упал никто не знает так вот если не убили тонус младенца стопы пальчики веером распускается опа и сжимается пальчики распускается и сжимается посмотрите так вот посмотрите на свои стопы каждый пальчик должен быть продолжением плюс ну посмотрите что кто стилет атлас анатомия человека есть плюс на и плюс не фаланговый состав дальше идёт пальчик так вот каждый пальчик особенно большой мизинец это то что у нас оба устреноса и обязательно эти пальчики начинают сгибаться вот этого не должно это уже первый признак проблемы стопы в том числе и плоскостопия дальше идём не должно быть поперечного плоскостопия то есть как проверить очень просто приложить карандаш сверху сверху вот плюс нефаланговым суставом мизинчиком небольшого пальца вот в этом сверху карандаш если он у вас лежит ровно касается одновременно и мизинца и большого пальца а остальные пальчики у вас ниже это уже наличие поперечных плоскостопия единственное наговорив сразу надо было пораньше не путать статическое состояние стопы и динамической вот эти все характеристики и вообще диагноз ставится любой диагноз в том числе и плоскостопия ставится по статике сейчас у вас стопа должна быть в подвешенном состоянии легко поднялись спокойно убрали напряжение и вот теперь делайте замеры никогда стоите не под нагрузкой вот это те тоже принципиальные моменты которые я пытаюсь достучаться до профессионалов ортопедов что нельзя путать статическое состояние и динамическое статика это показатель того что есть у меня сейчас статика это форма когда стопа в данном случае не напряжена то есть она занимает свое привычное нейтральное положение как только начинается движение динамика когда мы начинаем грузить стопу это уже другое состояние по ней диагноз ставить нельзя по ней мы можем говорить только о тенденции тенденции куда к чему будет стремиться наша стопа ну нога нога и соответственно все тело по походке то есть под нагрузкой в динамике мы определяем тенденцию что будет происходить со стопой она будет исправляться и улучшать свои характеристики статического состояния либо наоборот она будет разваливаться и усугубляет дефект вот это пожалуйста не путайте это очень важно так вот когда вы положили карандаш сверху если он у вас коснулся мизинца большого пальца понятно у вас уже есть перечный плоскосток можно прощупать и пальпаться и так далее там если у вас никак он не ложится потому что вот эти пальчики особенно вторых да то есть у нас первый считается это большой палец потом второй третий и мизинчик особенно второй если у вас будет как правило чуть повыше первого да и тогда у вас карандашик не ляжет на мизинце на большой фаланговый состав мизинца и большого пальца вот это значит у вас нет поперечных под нагрузкой под нагрузки это как бы пружинка своеобразная вот под нагрузкой если вы ее хорошо загрузили туда конечно это существует поперечный плоскостопель чтобы скручивать стопу и гасить вот эти воздействия от опоры это вот у нас второй ну и третий можно сказать самый принципиальный и самый главный критерий наличие у вас или отсутствие дефекта это недокрученные стопы это мой термин его вы в медицинской литературе не найдете потому что именно патент мой заключался в том что именно стопа это элемент кручения это не рессора где вы видели рессору с шарнирами на стопе 26 косточек более 30 суставов это сплошные шарниры так что с рессорой здесь никак не проходит а это именно элемент включения если стопа у вас недокручены вот это и есть проблемная ситуация что значит недокручены опять же на моем сайте есть картинка есть в интернете картинка еще называют варус переднего отдела стопы то есть если взять опять же в расслабленном состоянии стопу посмотреть на ее пяточку допустим она у нас вертикальная пяточка находится то передний отдел вот эти наши основания наших пальчиков плюс нефаланговые суставы они должны быть лежать на плоскости горизонтальной то есть получается перпендикулярной этой пяточки если пяточка вертикальная а вот эти пальчики на горизонтальной плоскости тогда вот это говорит о том что у вас прекрасная стопа если она немножко раскручена так называем варус переднего отдела стопы большой пальчик задирается относительно мизин сюда выше становится вот это есть воплощение и не принципе совсем не принципиально какая какой у вас подъем какой у вас подъем продольного свода наружного внутреннего не принципиально потому что как раз здесь есть очень много индивидуальности вот Алексей не знаю обратной связи не вижу понятно я объяснил или надо уточнение вот именно я тебя понял я вот только что из под стола вылез там меряя стопу карандашики прикладывал там карандаши короткие оказался взял фломастер по длине прикладываю в принципе все самое главное самое главное что на слово никому не верить берешь и проверяешь да шишку себе набил об стол пока ты тут лазил в принципе так разобраться можно люди ау слушатели наши зрители ответьте пожалуйста все ли вам понятно что рассказывает Александр все ли ясно что стопа это не рессора все ли понятно что такое поперечное плоскостопие что такое плоскостопие что такое завернутая закрученность стопы медокрученность не докручен раз есть раз есть недокрочку значит, должна быть докрученность логично на слопа либо скручена либо раскручена вот и все как нам куда стремиться надо стремиться чтобы было правильно скрученate стопа и она фонда в окружении тогда она выполняет полностью CD и тогда у нас нет ни плоскостопии ни других component И самое главное, у нас идёт дальше по всей ноге, восстанавливает все суставы и позвоночник. Ну, в общем, люди, пожалуйста, наши зрители, слушатели, пожалуйста, дайте ответ. Так, вот Солнце пишет, всё прослушал, о чём речь была, а ещё говорит, я стопу умерю. Так я про себя сказал. Вы что, там тоже все стопу умерили? Ну, это хорошо, это нормально, что делать. Ну, тогда я немножко пойду дальше. Давай. Ну, тогда, то есть, если здесь, в принципе, в основном понятно, что-то будет непонятно на сайте. Ну, вот Елена всем написала, я ничего не поняла. Елена, ты напиши конкретно, что ты не поняла. Вот есть поперечный... По какому критерию? Первый, второй, третий критерий? Вот я хочу задать вопрос, что по первому, второму, третьему или вообще всё не поняла, как у нас пишут? Всё. Вот дайте ответ. Всё это в каком смысле? Вообще всё непонятно или что-то конкретно непонятно? Уточните, пожалуйста. Ну, пока продолжая, там дальше будем разъяснять, пояснять. Ну, то есть, по статике мы разобрали, да? А теперь пошли по динамике. То есть, уже пошли грузить стопу, соответственно, сустава. Как мы грузить не... В прошлый раз немножко сказать, что на внешне-заднюю часть пяточки перекат идёт по наружному, сходу на мизинчик и на большой пальчик. Стопы у нас должны быть отведены, слегка отведены, то есть, по 15 градусов, соответственно. Пяточки вместе, носочки вместе. Вот это правильно постановка стопы. Что бы мы ни делали, танцевали, дрались, бегали, ещё что-то делали. И вот это положение стопы должно быть обеспечиваться. Из него все другие движения идут физиологически. Так вот, теперь, на раз пошёл шаг, как должно быть загибаться колено. Ну, во-первых, голеностоп не должен заваливаться, потом колено. Колено, то есть, вот когда идёт... То есть, уже нету осей, оси ног, уже идут плоскости. Мы должны рассмотреть плоскость. В какой плоскости сгибается тазобедренный, коленный, голеностопный, сустав. Вот это должно быть всё в одной плоскости и смотреть на нас, на подушек. То есть, коленка наша должна, если, когда мы приседаем, да, а шаг, что это, ну, сообразный, небольшой присед, да. Мы сгибаем в коленке, мы отталкиваемся тогда, то есть, полуприседы мелкие такими. Так вот, коленочка наша должна, сгибаясь, смотреть, опять же, на стопу. Она не мимо её, ни влево, ни вправо, а именно на стопу. А большой пальчик показывает направление, куда мы движемся. Откуда мы движемся по большой пальчику? У нас право в обуви согнул. Ну, хотя бы первая плюсная должна показывать туда, куда мы движемся. Вот если мы вот эту динамику, критерий, то есть, по большому, для ноги один критерий. Динамический. Вот если он соответствует, то есть, мы всю жизнь будем ходить и не будем иметь проблем с суставом. Представляете? Вот три критерия для стопы, и один, практически для всей ноги. Мне кажется, очень просто. Если немножко посмотреть, у меня на тренировочных люди приходят, и через некоторое время они сразу рассказывают, о, смотри, а вот это плоскостнотно, это косолатно, это то-то, это х, это о-образность. Влёгко, влёгко все это. Просто надо научиться смотреть, куда смотреть. И потом будете с любовью, хоть сзади, хоть с переней, сбоку, без разницы вам будет. Сложнее будет только, опять же, не сложнее, труднее. Труднее будет определить главную причину проблемы. Для этого нужно немножко побольше опыта, навыков. Со временем это, то есть, увидеть главную причину, в чём? В коленостопе, в стопе проблемы, в коленке или в тазобедренном, а может в спине. Вот тут немножко, ну и то, скажем так, два-три года хороших занятий, думающих, интенсивных достаточно, без пропусков. И то же самое будете лёгко определять. Вот то, чему я учу на своих тренировочках. Ну, поступили там у нас ещё вопросы, нет? Ну, реплики поступили по твоему вопросу, всё ли понятно. Ну, вот было написано, что надо померить стопу, где толком что-то непонятно. Вот, дальше понятно, но голос убаюкивает, есть риск уснуть. Поактивней, товарищ докладывающий, поактивней. Да, как на тренировке, раз-два, раз-два. Ну, тогда ещё немножко разговариваю. То есть, был в Чебоксарах, перед этим мы разговаривали, что я собираюсь. Да, состоялся у меня семинар в Чебоксарах, можете зайти на мой канал на Ютубе. Там в трёх частях лекция и скоро выложу ещё тренировочку. Конечно, немножко, чуть-чуть общие принципы, но, тем не менее, там были рассказы. Посмотрите, если для тех, кто сейчас что-то не понял, там в рисуночках разрисовано. Ну, может быть, поживее, где-то там есть анекдотами. Так что там не заснёте, я думаю. Понятно. Так, ну, я думаю, следующим мы поступим образом. Если кому-то что-то непонятно, то, пожалуйста, вы свои непонятности переводите в форму вопросов. И тогда нам будет понятно, что вам непонятно. И в этом случае Александр сможет ответить. Мне кажется, так. Мы вопросы ваши поместим в наш чат и дальше будем разбирать. Конечно. Правильно, конкретно сформулированный вопрос содержит уже ответ. Поэтому проще объяснять. Хорошо. Ну, мы давай продолжим с тобой. Вопросы поступают. И посмотрим, что из этих вопросов мы сможем выдать как ответы. Вернее, что ты сможешь выдать как ответы. Поскольку я в данном случае как просто помогающий, находящийся сбоку. Ну, тогда хотел обратить слушатель еще на одну вещь. Особенно, если среди слушателей есть ортопеды, да. То давайте немножко поговорим, раз мы начали дефекты разбирать. Немножко о механике самой стопы. То есть, стопа у нас, я говорил, 26 хвосточек, да. И вот одна кость очень интересная. Это таранная кость. Кто не знает, что это такое, это та, где длиностопный сустав работает. То есть, она находится сверху стопы. Очень интересная кость. Интересно, знаете, чем? Что это единственная кость на теле человека, с которой не связана ни одна мышца. Представляете? Представляете, какой кричащий факт. Я когда первый раз, ну, причем я это прочитал буквально, ну, там, на первых строках медицинской этой букваря, атласа анатомии человека, и меня аж поразило-тоси. Представляете, кричащий факт. Все, все косточки связаны мышцами, а одна нет. И за этим замалчат, молчат. Наши ортопеды молчат. И знаете, почему? Да, потому что они абсолютно, их не учили. Их не учили ни сапарамату, ни теоретические, ну, сапараматы, это часть теоретической механики, ну, в том числе, ни теоретической механики, ни сапараматы, ни физики, ни инженерной графики, ни начертательной геометрии. То есть они, как инженеры, не состоявшиеся, то есть их учили другому. И поэтому им тяжело определить. Я их, только ради бога, я их не виню. Это люди, которые для чего-то нужны. Ну, в первую очередь, для того, чтобы мы проснулись. То есть, когда-то они шли в ортопедию, там, медицину, для того, чтобы, ну, лечить, исцелять людей. Вот. А получается, что они предали свою мечту и начали, ну, людей калечить. Так вот, представляете, эта косточка не содержит, ой, к ней не предприняем ни одна мышца. То есть, кричащий факт. Почему? Ведь это самое главное звено механизма работы стопы. Почему мы говорим о пяточке, почему она должна быть в ткань? Да потому что только так. Это своеобразный килибрист. То есть, ну, если кто представляет, что такое килибрист, да, то есть, один цилиндр, второй, третий, и человек балансирует. То есть, один прикурлен к полу, другой к ногам, а нейтральный, это тот, вокруг которого все балансирует. Так вот, стопа наша, не человек давит. Это не самое главное. Поменяйте все с головы на ногу, переверните. Стопа воздействует таким образом через вот этот килибрист, через вот этот таранный кость, на голень, дальше на коленочку, на тазобедрый сад, на все. И запускает вот это наше тело в то или иное направление, представляете? То есть, все наоборот. У нас же в ортопедии тело давит. Арки. Я говорю, мы не дом строим. Это не что-то такое неподвижное. Поставил и все. Нет. Весь смысл, что через вот эту косточку таранную стопа воздействует на голени дальше и запускает на землю. Поэтому пяточка должна быть вертикальная. Более того, она должна немножко иметь варус, особенно если мы ходим, когда мы идем. Потому что мы не можем наступить строго вертикально, иначе мы упадем. Либо раскорячим ноги в разные стороны. А если мы правильно идем и верим то одной ножке, то другой, то у нас она будет немножко даже варусная. То, что современная ортопедия не приветствует. Раньше у нее были углы вальгуса. Норма считалась от нуля, а вначале была от трех даже. От трех до десяти градусов. Представляете? От трех до вальгуса – это завал пятки, х пяток. От трех до десяти градусов. Ну и как воздействие идет при шаге. То есть опора давит на кривую пятку, конечно, она ее сломает. Потом нормы эти сделают от нуля до восьми, от нуля до шести. Но никто не сказал, что можно делать минус. То есть варус – это вообще по счету. Да даже ноль практически не нормально. Так вот я утверждаю, что должен быть как минимум ноль. И плюс-минус какие-то мы можем иметь там градусы. Но основного это стремиться надо все-таки к идеалу. Поэтому нужно ставить себе пятку. Так вот это обратите, особенно если ортопеды. Что такое таранная кость? Как вы только поймете, что это такое, тогда нужно будет говорить о оси подтаранного сустава. Так вот, опять же, к динамике вернемся. Ось этого подтаранного сустава должна быть вертикальной. А не как принято в ортопедии, а под наклоном. И скручивать этот голеностопный сустав. То есть голеностопный сустав у человека имеет максимально нагруженный за счет того, что именно таранная кость не имеет ни соединения с одной мышцей. Чтобы обеспечить баланс, нужно таким образом умудриться стопой через эту косточку правильно выстроить. Передать импульс энергии в голень. Вот тут-то есть вся прелесть и весь интерес к исследованию. То, чем я и занимался. Причем, когда начинаешь раскручивать дальше, становится понятно, Почему у нас, оказывается, голень, берцовая кость большая, имеет саблевидную форму. Более того, она не просто имеет саблевидную форму, а саблевидную форму. И под определенным расположено углом и голеностопы, и коленки, и так далее. Почему имеет... Дальше поднимаемся. Почему имеют... Бедренная кость, головку, шейку. Для чего? Тоже все становится понятным, когда ты понимаешь механику. Как работает все это воздействие. Исследуйте, пробуйте. Непонятно. Пишите, расскажу. Вот это такое отступление для тех людей, которые немножко следующее в ортопедии. Есть вопросы, Алексей? Да, вопросы есть. Давай, наверное, уже перейдем к вопросам, чтобы как-то почувствовать обратную связь. Народное славянское радио. Для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Продолжение следует...